Музыка Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Я продолжаю рассказывать об очень интересном событии, которое проходит в эти дни в Бухаресте. А именно о первом этапе Гранд Честура, супертурнире, с участием двух шахматистов, оспаривших недавно мировую шахматную корону. Ну, безусловно, приоритетное внимание хотя бы поначалу привлекало личность нового чемпиона мира Дина Леженя, но постепенно ситуация изменилась. Здесь Дина Леженя вместе с его соперником по этому матчу Яном Непомничим съехали в минус, на урубеж минус один. При этом партия предыдущего пятого тура, ну давайте посмотрим, кстати, каким было положение после пятого тура, а то я начал говорить вам о положении участников, о том, что Дина Леженя вместе с Яном Непомничим съехали в минус. Короче говоря, вот они, эти два гроссмейстера, имели по два из пяти, но одиналичный лидировал Фабиана Каруана, и при этом, конечно, большое внимание привлекало творчество Альеризо Ферруджи, который выиграл две партии подряд, в том числе в предыдущем туре в очень драматическом поединке у Дина Леженя, и он, Альеризо Ферруджа, мог претендовать уже на что-то такое очень-очень даже серьезное. Кстати, в шестом туре как раз Фабиана Каруана с Альеризо Ферруджой играли между собой, так же, как и такие пары, как Ян Непомничий, Ян Шиштов Дуда, Максим Вашьярограф, Рихард Рапотт, Дин Лежень, Уэсли Соу. Кстати, Дин Лежень, Уэсли Соу — это партия чемпиона мира с одним из, так сказать, наиболее опасных преследователей лидера турнира, а именно Фабиана Каруаны. Итак, что же происходило в этом центральном поединке, в поединке между Фабианом Каруаной и Альеризой Ферруджой? Первый ход Фабиана Каруаны — С2-С4. Ну, Фабиана делает самые разные первые ходы, вторые и так далее. То есть, заранее угадать, что он такое решит предпринять в данном конкретном поединке, нелегко. И это ставит его соперников в не совсем простое положение. Ну, в данном случае С4-С6. То есть, Альериза Ферруджа тяготеет каким-то таким, ну, ферзево-гамбитно-солавянским построением. И Ж2-Ж3, не претендуя вроде бы на многое, просто уводя игру в сторону, а именно на такие вот псевдо-каталонские рельсы. Но это не совсем каталон, то есть, совсем даже не каталон, поскольку черный саградит С7-С6. В белых пешки на Д4 нет. Ну, фианкет-то такое вот, уж не знаю, называть это английским началом или чем-то еще, я не знаю. Так играют довольно часто, хотя белые на многое не претендуют. А вот ферзь А4 довольно экзотичен. Идея белых стоит в том, чтобы создать позиционную угрозу взятия на Д5. При салоне Ж7 взять на Д5 пешкой брать нельзя в ответ на ЦД черным. Надо брать ферзем, тогда конь С3, белые выводят с темпом фигуры и добиваются некоторого преимущества. Может быть, небольшого, но все-таки преимущества. Поэтому черные берут сразу. Теперь уже белый ферзь где-то там бегает, забирая черные пешки. Но черные сдали центр, и после салона Ж7 и Д4 этот центр белые захватывают. Ответ черных салон Е6. Что-то конкретное имел с телерезафи Ржа за душой. То есть было у него за душой что-то, имел в виду. Салон Е6, ферзь А4, теперь салон Д5. Вот такой маневр, непопытный. Идея в чем состоит? Что белые потеряли какое-то время на то, чтобы и ферзем побегать. Через А4, С4 вернуться назад на А4. Чтобы сыграть Ж3, не выводя фигуры. И теперь создается угроза салон Бет Ф3. Более того, даже в случае хода салон Ж2 это угроза весьма неприятна. Поскольку тогда черные просто выигрывают центральную пешку и будут иметь преимущество. Какая-то дохлая компенсация у белых за эту пешку, не более того. Ну, разумеется, белые играют конь БД2 для того, чтобы на взятие на Ф3 ударить конем. А салон Д4 сейчас не идет за ферзь. Бьет Д4, это понятно. Черные отвечают коне Ф6. Ну и белые отступают ферзем, создавая угрозу Е4. То есть, любопытно вообще. Хочу обратить ваше внимание, что, несмотря на то, что вроде как-то так неброско играет начало партии Фабиано Каруано, но он претендует на преимущество. Угрожает Е4 с большим таким явным преимуществом, явным плюсом для белых. Поэтому черные играют ферзь А5, связывая коня Д2. Аналогичный маневр тому, что мы видели в исполнении белого ферзя с поля А4. Но в данном случае связана белая фигура на Д2. Е4 не идет. Салон Ж2, разумеется. Время у черных есть. Они пользуются этим временем, ведь если бы белые сыграли 0-0, то Ц5 уже не вручало черных, поскольку Е4 было бы возможно со стороны белых. А тут Е4 нет. Из-за взятия на Е4 конь Д2 связан. И черные успевают подорвать центр белых. Ну, вроде бы это связано с жертвой пешки. На самом деле, если забирать ее ферзем, тогда она тут же отыгрывается с помощью черного коня, стоящего сейчас на Б8. А после рокировки и взятия на Д4 позиция как будто подравнивается. Но такой интересный ресурс имеется в распоряжении белых, как Б4. Обращаешь внимание, если сразу Ферзь Ц8, то Ферзь Д8. А вот после Б4, если черные возьмут пешку, то получат мат в один ход, а именно Ферзь Ц8 мат. Поэтому Ферзь черных должен выходить назад. Белые продолжают слон Б2. И ощущение такое, что у белых получше. Но ощущение-то да, это одно ощущение, одна сторона ощущения. А другая сторона, что, конечно, при аккуратной игре черные могут без особых хлопот сделать ничью. Но позиция коварная. И коварство подобного рода позиций, когда чуть-чуть лучше, но вроде ничего особенного нет, уже продемонстрировал искусство пользоваться этим плюсом, сам Фабиана Каруана, обыграв Яна Непомнящего. Но когда Ян просто в совсем равной позиции, начал менять структуру. И, можно сказать, так заплавил как-то по-глупому, с точки зрения Яна. И очень так даже уместно, с точки зрения Фабиана Каруана, эту партию. Но в данном случае что? Белые могли сыграть А3, что также оставляло за ними мягенький плюс такого рода вариантов. Конь Б8, например, поскольку у коня нет перспектив, он хочет через Д7 перейти на какие-то пункты, например, на подиа Ц4. Ну и тогда белые играют не ладья Д1, а ладья А3. Потому что если сыграть ладья Д1, то после ладья БЦ3, черные легко выравнивают игру с помощью тактического трюка. Удар на Ц3, временные жертвы качества, тут же отыгрыш качества, и черные заканчивают развитие. И здесь уже после того, как позиция подвыхлась, позиция действительно равна. Но БА было сыграно. Сказать, что это хуже, я не могу, чем то, что мы смотрели только что в контексте А2, А3. Ну, конь бьет А5, играет, разумеется, Али Резафи Руджа. Белые продолжают ладья Ц1, конь А5, какая-то игра, размен-размен. Ну, опять же, повторюсь, кажется, что вот-вот черные причалят к мирной гавани, уравняют игру. Ну, не совсем, может быть, уравняют, но сделают позицию легко защитимой, без проблем, как принято говорить, рукой. Но пока что у белых получше. Вот меняется на С8 Фавиана Круана, затем играет конь Е5, меняет еще пару слонов. В чем плюс белых? В том, что у них более активно расположенные фигуры. Ну, и какая-то потенциальная полуслабость на Б7. Конь стоит как надо, ладья контролирует линию цепь, белый ферзь тоже стоит активно. А черные должны еще решить проблему разменов, выхолачивания позиций. Их оба коня не идеально расположены, особенно конь на Ж7, хотя я не знаю, какой конь стоит хуже. Ну, конь на 5 защищает пешку Б7 хотя бы. Ладно, логичное расположение коня. Итак, конь Е6, конь Ж7 как раз улучшает свою позицию. Конь в 3 ферзь Д5, связывая белого коня, не позволяя дальше белым перегруппироваться. Ладья С3, ладья А8, вроде черные почти все проблемы решили. Но после ладья Д3 и ферзь С5 белые вторгаются на Д7. Ну, новые какие-то проблемы или проблемки перед черными встают. Похуже они все-таки стоят. На И7 пешка, хотя атакованный чисто символический ферзь С5 ее защищает, а пешка Б7 защищает конь. Но, как черным перегруппироваться, как усилить позицию, а белые все-таки улучшили до максимально возможного расположения своих фигур. Ну, вот так. Ладья идет на поле Е8, защищая пешку Е7. Конь С4 все-таки неуместно, там на Б7 висит, понятно. И неприятности начнутся. А тут ладья Е8, А4, белые продолжают, так сказать, нагнетать давление, меняются, меняются, играют ферзь Д5, предлагая размен ферзей. Но уклоняться от него трудно, потому что висит пешка на Б7, а сразу забирать ее не хотелось по причине того, что висит пешка на Е2. А ходом ферзь Е2 рентгеном белые защищают эту пешку. Если черные не заберут на Б5, то потеряется пешка на Б7. Поэтому размен вынуждены. И что это такое? Ну, ладейно-коневое окончание, материальное равенство. Но у белых доминация довольно-таки ощутимая. Ладья по седьмому ряду атакует пешку Б7. Черные отвечают, конь С5, ладья идет на поле С7, Б7, Б6, конь Е5. Здесь уже, так сказать, как-то так знают, знаете, болельщики Али Резафи Руджи, я думаю, затаили дыхание. Как-то стало им дискомфортно все это наблюдать, потому что у белых появились вполне реальные шансы на победу. Ф7, Ф6 играет здесь Али Резафи Руджа. И правильное совершенно решение конь С4, сильнейший ход. После конь С6 тоже, конечно, понимаете, вот конь С6 заслуживало внимания. Но вот король Ф7, как-то нужно дальше перегруппироваться, но сразу никого не атакуем. А конь С4 атакуем конкретно совершенно пешку, ставящую на Б6. Теперь черные, если бы сыграли конь Е4, что заслуживало некоторого внимания, то есть пешка Б6 оставляется без защиты, но лучше ее забрать белым вот таким вот путем, чтобы не было контр-игры против пешки Б5. И вот здесь вот позиция, ну, что это такое? Ход Ладья Б7 задает угрозу конь Д6, король черных идет в центр. Белые просто начинают как-то усиливать игру. И вроде бы с пешкой Б черные совладать могут в таком варианте. Вот они, предположим, издалека пошли на все это, рассчитывая, что после конь бьет Б5, ну, ничья пусть и без пешки будет. Но в данном варианте после хода Ладья С7. А что еще? Ну, хотя... То есть после этого хода белые дают шах, забирают на Б5 и слишком слабые черные пешки. Вот ощущение такое, что это у белых скорее выиграно, чем ничья. Хотя, конечно, при материальном равенстве, конечно, просто мертвая ничья. Если было 3 на 3, там 4 на 4, скажем, у черного была бы еще пешка на Е7 где-нибудь, даже на Е7. А так все-таки позиция опасная. Это к вопросу о конь Е4. И вот на что-то такое, на позиции такого типа не решился, и, может быть, сознательно не решился пойти. Адерита Феруджа, он сыграл конь Е4, защищая пешку. Самое банальное решение. Белый конь перегруппировается и переходит куда? Да, вот Е6. Е6 ход, понимаете, вызывающий большие вопросы. Почему был сделан этот ход? Потому что белый конь устремляется на Д5, не хочется его туда пускать. Король Ф7, скажем, ну давайте король Ф7. Я сделал ход такой вот. Что делают белые тогда? Могут вторгнуться. И в случае хода король Е6 вроде сгоняется конь Е4. Подкрепили этого коня, и черный завязан по рукам ногам. Конь защищает пешку Б6. Солодья с кородем защищает пешку, стоящего на поле Е7. Там, если, например, пойти дальше. Но здесь уже можно просто солодья С6 сыграть. Король С5, например, отступили, защитили пешку, атаковали коня, выиграли пешку Б6. Хотя, с другой стороны, вот может быть сюда черные и должны, такого рода варианты и пойти были. Здесь непонятно, не совсем понятно, как выигрывать. Почему я говорю, вот, не совсем понятно здесь, как выигрывать. Это вроде не так плохо, когда вы идете на позицию, где соперник просто не имеет четкого плана выигрыша, но имеет преимущество. Потому что ход Е6, сделанный Леонид Ферджой, привел после вот такого несложного маневра, с последующим перебросом коня на поле А6, к позиции, видимо, просто проигрышной для черных. Черный конь связан с кованой защитой пешки, но главное, седьмой ряд свищет, и белый конь идет вперед. Вот ладья Ф8, чтобы не пустить уж слишком далеко белого коня, и теперь белым стоило сыграть, ну, скажем, просто А4. Непонятно, что черным дело. Вот контр-игры не видно совсем. Ну, можно сыграть, конечно, там, конь Ц5 как-то вот, или там, вот Е5 ход нехороший. Вот конь Ц5 тоже, конечно, понимаете, это не панацея. Отдали пешку важную за просто так, ну, активизировали короля, вытеснили коня на Ж4, потом активизировали ладью. Но до ничьей очень далеко. Скорее позиция у белых выигрышная, чем какая-то еще. Хотя вот здесь надо просто играть в шахматы. Вот вариант, наверное, уже дальше ничего не исчерпать невозможно. Это в случае конь Ц5. Ну, а если Е5 не отдаем, вот не отдаем никакие пешки, ждем, когда белые усилятся, тогда белые могут просто сыграть с королем Ф3. Если черные пытаются активизироваться, тогда король Ф2. Если черные, например, сыграют неосторожно ладья Ц5, атакуют пешку, то проиграют сразу. Вот, может быть, вы не видите сразу решение со стороны белых, а решение следующее. Конь Ж4, конь ПТФ6, и ладья дает мат. Ну, в главном варианте такое вот взятие на Ф6, и ладья ВТХ7 мат неотвратимо. Причем здесь важно, что пешку Ф6 невозможно защитить ничем. И ладью белых согнать с седьмого ряда или с поля Б7 даже невозможно. Лучше из-за черных было бы сыграть ладья Ц2. Здесь некоторое осложнение начинается. Причем ощущение такое, ну, вот ладья И7 вроде самые чистые за белых решения, дающие выигранную позицию. Но конь Ж4 тоже выигрывает. То есть, здесь идея черного в чем стоит. Они играют конь Ц5. У них своя любопытнейшая контр-игра, связанная с ходом конь Д3 шаг. Король идет на Ф1. Идти вперед можно или нет? Ведь у белых тогда свой король попадает в матовую сеть. Это очень забавно. Конь Ц1 и свою матовую угрозу. Надо там играть как-то назад. Ну, черные тогда могут посварить позицию на король Ф2, сыграть конь Д3 шаг. Но если здесь вот отступить на Ф1, то черные дают шаг, цепляются к пешке. И, как ни странно, выиграть крайне нелегко, поскольку конь бьет Ф6, это ничья. Вот это красивейшее, то есть, необычный механизм вечного шага. Король отступает, например, сюда, даем шаг, повторяем. Если король идет сюда, то даем шаг и повторяем позицию, уходим назад. Ну, и вот никуда белые от этого вечного шага не уйдут, как бы они ни крутились. Но правильный ход здесь не конь бьет Ф6, а Х5. И вот после этого белых хорошо. То есть, ладья бьет Е2, идем к королю на Х3, конь дает шаг, взятие, взятие. Вроде черные добились всего, о чем могут мечтать, поменяли коней. У них даже лишняя пешка на доске, пешка на Ф3 висит. На самом деле, позиция черных, ну, можно сказать, безнадежна, можно сказать, строго проиграна. Поскольку Х6 с угрозой мата на Х8. Надо играть король Ж8. Даем шаг вначале, пешку отдавать А на Х7 нельзя. Друзья, теперь ладья Б7, теперь забрали пешку вот эту. И оказывается, что белый выигрывает просто над движением пешки Б теперь. И реализации стандартного механизма выигрыша черной ладьи за проходную пешку. Почему? Ну, это ладья Б3, играем Б7, следующий ход ладья Х8. Или шаг. Ну, если король идет на Е6, то шаг. И никуда, вот, переместись черный король на поле Ф5, у них было бы лучше. Может быть, шансы на победу, может быть, просто выигранная позиция черного. Но в данном случае, вот механизм стандартный, вот этот самый, ладья Х8 с угрозой Б8 ферзь, срабатывает при любом раскладе. Черные теряют ладью и белые выигрывают. То есть, вот это по поводу последствий наиболее оптимального хода Х4, который не был сделан на Лидоффе Реджоин. Почему-то полез конем через Ф7 куда-то дальше. Следовало, конечно, сыграть конь Х6, повторить позицию и сыграть Х4. Но конь пошел на Д6. Ф5, конь С4, пешка выигрывается. А как бы не так. Вот ладья Ф7. Ну, конечно, что-то страшное сделал здесь Фабиана Каруана. Жутко расстроился. Ну, наверное, расстроился. Потому что позиция была просто строго выигранной. Выигрышной для белых. При четкой игре. А здесь что? Размена ладей при ладье на Б8 уклониться нельзя. И после этого просто упрощение позиции. То есть, черный играет потом конь С3, дает пешку Б6, забирает пешку Б5. 4 на 4 при конях. Соперники начали повторять позицию и согласились на ничью. Ну, вот такая вот удивительная концовка партии, в которой имел все основания Фабиана Каруана выиграть, довести свой баланс очковый до плюс трех и существенно укрепить свое лидирующее положение. Дин Лежень в ССУ. Очень любопытная партия, причем любопытная еще и в психологическом контексте. То есть, ну, у меня такое впечатление, может быть, оно не вполне, так сказать, адекватное и не полностью исчерпывает ситуацию, но Дин Лежень, как мне кажется, очень многих ведущих шматистов мира раздражает своим, так сказать, чемпионством. Вот стань чемпионом мира Ян Непомнящим, отношение было бы гораздо спокойнее. Просто по той причине, что Ян Непомнящий выиграл все, ну, блестяще сыграл на всех турнирах, каких нужно. Выиграл два турнира претендентов подряд, причем последний из них очень убедительно. Ну, вышел он на матч на первенство мира, Магнус Картс отказался защищать свое звание. Ладно, и он, вот в этом предположении, выиграл бы у другого человека, в данном случае Дин Лежень. А выиграл Дин Лежень, стал чемпионом мира, причем вы знаете, какие сопутствующие обстоятельства, какие улыбки фортуны, какое везение по дороге к этому званию сопутствовали Дин Леженью. И вроде как царь ненастоящий, причем это ощущение не только болельщиков, но и вот такое некоторое раздражение, я думаю, всего шахматного сообщества, и в том числе ее ведущей части соперников, потенциальных соперников других ведущих шматистов планеты. Итак, Дин Лежень и Веслисову. И вот, ну, опять же, Дин Лежень, конечно, после того, как он проиграл весьма досадно партию предыдущего тура, Ле-Ле-Зафиру-Дже, мог он выиграть, преимущество было большое у черных, а в результате в Заваруху он пошел не на тот вариант и так далее, и в конце концов проиграл. А тут Веслисову играет черными, но Дин Лежень пытается достать из загажника что-то из того, что служило ему верой и правдой в предыдущих соревнованиях и в матче на первенство мира против Яна, не помню, еще в том числе. То есть будем играть спокойно белыми фигурами, будем стремиться к позиции, где можно играть на классе, какие-то заготовки, четкое понимание, что куда ставить в том или иной позиции у него есть, у меня есть в данном случае. Вот Леса Дин Лежень как бы рассуждаю. И вот играют С4, Конь Ф6, Конь С3, Е5, ну, все это мы проходили, мы все это видели в паре партии этого матча на первенство мира недавнего. И теперь Е2, Е3, то есть нечто новое. Не Конь Ф3, не там как-то Е4, но Конь Ф3, Е4 играл Дин Лежень, ну, Е3. И черный играет С4, вроде сам Бог велит, скоро Черный Конь на Е6, Конь на Д5, белых не прыгает, прыгать смысла особого нет, тем более, что у Черных нет Коня на С6, он стоит на Б8. Конь Ж2, рокировка А2, А3. Ну, Веслисову мог выбирать, мог взять на С3, мог отступить. На самом деле, Конь С3 здесь имеет смысл, все-таки черные-то черные, а не белые. Теперь играем Д5, с угрозой Д4, скорее всего, размен-размен. Ну, как-то Ф3, зачем? Почему вот такой ход имеет смысл в данном случае? То есть, атаки, давление на пешку Е5, белые оказать не могут, Конь ушел, нет Коня, который стоит обычно на Ф3, он ушел через Е2, разменявшись на С3. Ну, если сыграть здесь, скажем, С3, он Е2, тогда черные выстраивают построение Мараца, и, ну, сказать, что у Черных лучше нельзя, поскольку у Б2 слона и так далее, но у Черных очень гармоничное расположение сил, и точно у них не хуже, никаких проблем нет. А если сыграть Ф3, чтобы воспрепятствовать формированию построения Мараца, проведению С5, тогда можно взять на С3, Ф3 бьет С3, ФD5, сковывая белых защитой пешки Ж2. Слон с поля Ф1 просто так выйти не может. Если взять на С7, тогда Конь С6, и просто плохо у белых, как ни странно. Даже не то, что черные могут выиграть белого Ферзя, а то, что в вариантах такого рода, сыграем слон Е6, смело, если Ферзь Б7, тогда Ладья Б8, тогда Конь Д4, жертвуем материал, на взятие берем Ферзем, не пешкой. Висит Ладья, на А2 идти нельзя, слон на Е6 контролирует это поле, если Ладья Б1, тогда шах, двойный удар, забрали Ладью и выиграли партию. Ну, такая тактика. А после Конь Д4 уже выбора нет, там страшная угроза, Конь С2 и так далее. Если сыграть Б5 здесь, ну, осуществляем тот же, по сути дела, маневр вот такой вот редакции. Угрожает Конь С2, неотразимый, надо брать, тогда Ферзь бьет Д4, висит Ладья, на А2 идти нельзя, а если Ладья Б1, то шах, забрали Ладью и выиграли партию. То есть, это к вопросу о том, что Конь С7 играть в этом случае было бы нельзя, надо было бы сыграть Б4, и, скорее всего, следует в взятом варианте просто... Так, закрою какие-то окна, выскочили зачем-то у меня. Играем просто С6, провоцируем на взятие на это, ну, уже мы знаем, что бить туда опасно. Теперь опять скажем, ну, и чернок здесь все в более-менее в порядке, и у белых, кстати, тоже. Просто играем здесь слон Б2, допускаем какие-то разгрузки, но белые заканчивают развитие без проблем. С другой стороны, ничего особенно хорошего у них нет, чтобы претендовать на преимущество. Короче, можно было сыграть слон БЦ3, и варианты, которые я показал, они не исчерпывают, конечно, от всего богатства позиций, они просто иллюстрируют то, что стандартные пути, с помощью которых белые после этого могли бы претендовать на что-то, не проходят, ничего белым не дают. Ну, было сыграно слон Е7, хотим сохранить двух слонов. Д4 играет один лежень, удар, ферзь бьет Д4, и теперь не конь С6, что выглядит здраво, а, ну, с другой стороны, после отступления ферзя, я не знаю, на Д1, может быть, на Д2, потом там фианкет Солона, Солон Б2 и так далее, белые стоят вроде как получше. И, кроме того, понимал прекрасно Весли Соу, что к этому, ну, больше или менее в достаточной степени его соперник готов. А коду коня 6, может быть, и не очень. То есть, черные угрожают позиционно перевести коня на С5 с угрозой конь Б3, разрушить нормальное взаимодействие сил белых, ферзь отступает загодя, Б4 не хотелось играть белым, я вот думаю, почему, С5 вряд ли, а может, С5, знаете, почему не С5? Вынуждая взятие, конь бьет С5 с угрозой конь Б3, ну, скажем, здесь отступили ферзем, теперь гамбит вот такой, и у черных мощнейшая контрыгра, там Срон выскакивает, скажем, СД, что это такое? Ферзь А5. Связали коня, Срон Д2 играть нельзя, конь Д3 мат, активизация всех фигур, контрыгра по центру, у черных просто лучше. То есть, вот, Б4 не то. Ферзь Д1 сыграл сразу длинный режим, теперь С6 подготавливает С5, конь Ф4 препятствует вроде бы этому ходу, конь С7, все-таки настаивая на желании сыграть Д7, Д5, Е4, белые дают, так сказать, такой встречный бой в центре, ограничивают соперника, но подставляются, потому что ладья Е8. Теперь, если Слон Д3, что заслужило внимание, то после Д5 взятие, взятие, ну, черная активная сторона, они могут взять-взять, правда, вот в этом варианте, после, скажем, спокойного А3, любые разгрузки с разменами на Е4, на Ф4 дают белому лучшую игру, любые разгрузки на полях Ф6, Е6 со стороны белого дают черному лучшую игру, ну, скажем, Х6, спокойная такая вот штука, размен на Ф4, там Слон Д7, среди перевода Слона на С6, позиция уравнивается. Если Конь Д6, что любопытно и важно для оценки всего этого варианта, два Слона у белых получаются, но у черных очень хорошие фигуры, например, в случае хода Слон Х2, белые проигрывают или почти проигрывают, так как Ферзь Д5 с угрозой мата, надо играть как-то там Ф3, ну, и далее Ладья идет в центр черных, доминация и так далее. Поэтому Слон Х2 играть нельзя, надо играть вот типа Слон Д5, что-то такое. Теперь Конь Е4, отбросили Слона, сыграли Ферзь Ф6, понятно, что черные стоят лучше. То есть у них прекрасные фигуры, а следующий ход Ладья Д8. То есть белые не успели, отстали в развитии. Это к вопросу о ходу Слон Д3, который не встретился. Было сыграно Слон Е2, но он тоже не решает всех проблем уже белых. Черная сильнейшая сторона угрожает взятию на Е4, Ферзь Д3, не хотелось играть Ф3, ослаблять все диагонали. Теперь Ферзь Е7 настаивала на том, чтобы белые сыграли Ф3, поскольку угрожает взятие пешки. Ф3 все-таки играется. Теперь Ферзь Е5, важное предварительное такое звено, перед тем, как сыграть Д7, Д5. Но если 0-0, тогда после Д5 у черных просто перевес. Ну, перевес, не знаю, решающий, не решающий. То есть вот Ф4 лучший ход. Почему? Потому что там на Е2 Слон все равно будет висеть, но лучше отбросить в начале Ферзя. Но получается то же самое. Вид сбоку, как говорил Анатолий Евгеньевич Карпов. Взятие на Е2. Два Срана у черных. Скажем, Слон Е3. Теперь не Слон Е6, тогда конь С7, меняя Срана и выравнивая игру. Во всяком случае, близко к ничьей получается. А Слон С5. И у черных явный перевес за счет двух Сранов. Активный Родин Е2 и всех благ цивилизации со стороны черных. Ну, поэтому не 0-0 сыграл здесь Дин Лежень. А уже, так сказать, осознав Горец, что не то сделано, не ту позицию он получил. Он отступил на А3 с угрозой Слон Ф4 и добраться до коня, стоящего на поле с Е7. Д5, однако, теперь можно отступить после Слон Ф4, так как было сыграно на Е7, и защитить этого коня. Но белые должны разгрузить позицию в центре, никуда не деться. Если бы они дальше продолжали разгружать позицию, то черные ответы, либо, разумеется, конь бьет на Д5, добились большого преимущества. Решающего. То есть, просто у черных выигрышная позиция. Нельзя брать на Д5 и заматывать этот код. Это понятно. А если сыграть длинную тринную рокировку, 3-0, лучшее решение, то все равно оно не очень помогает. Вначале забрали на А3, висит Слон Ф4, там взятие на Д5, взятие на Ж2, висит Ладья, висит Слон Е2, белый король открыт, позиция плохая. При том, что у черных уже лишняя пешка. То есть, с ЕД играть нельзя. Конь Ф2 сыграл Дин Лежен, черные ответили Конь Е6, и стало, в общем, сгущаться что-то такое непонятное после хода Д4 над доской. То есть, стало казаться, что вот Весли Соу, тонко обманув, переиграв соперника в дебюте, добьется успеха, нанесет второе подряд поражение чемпиону мира, дискредитирует его, так сказать, высокий статус. Этим самым отправит в минус 2-1 на Лежене, а сам попытается дать бой в заочном сражении с Фабианом Куруаной в борьбе за победу в турнире. Ну, Слон БД4 играть надо, Ладья Д8, просто Слон бьет Ф6, единственный ход, иначе потеряется фигура. Ферзь бьет Ф6, черные играют без пешки, но и очень активные фигуры. Что делать? Конь Ж4 обязательный ход, на самом деле, потому что иначе, ну куда? Куда-то Ферзь иступает, а куда? На Е3 под Слон С5, на С2 под Конь Д4, на Б1, что ли? Ну, попробуем на Б1 наступить, что это такое? Вот взяли, отступили на Б1, а тогда Конь Ф4. Конь Ф4, ну что, 2-0, например, тогда Ладья Д2. Вот теперь появляется поле Д2 еще до Ладьи, висит Слон, на самом деле просто плохо у Белых. Скажем, Ферзь Е1, тогда Ферзь Ж5, создаем грузу Мата. Ж3, играем Слон С5, Ладья остается без защиты, угроза Слон Х3 страшная, ну вроде уже брать Ладью надо, тогда дали шах, Конь связан, забрали Ферзя. Ну, выиграли партию. Все понятно. То есть, вот такие ужасы. Пришлось играть не Ферзь Б1, а не как-то, а нанести удар Конь Ж4. То есть, Белые из последних сил сопротивляются. Ответ Черный Ферзь Ж5. Белые играют Х4. Может быть, черным стоило сыграть Ферзь Ф4, у них было большое преимущество. Ну, видимо, выигрышная позиция объективна. Хотя, конечно, еще резервы сопротивления не исчерпаны. Белые отвечают Ферзь Е3, там Ферзь Ж3. Затем отступление на С7, Ладья Д1. Размен, размен. Главный вариант Конь Ф4. Ну и что делать? Если рокировать, тогда висит Конь на Ж4, меняемся вот на этом поле, и в главном варианте, с позволениями сказать, наносим такой удар. То есть, не допускаем Коня Белых на Е3, разменяем его на Ж4, выиграем Ферзя вместе с ним и партию. Ну, Ферзь А5 было сыграно. И сказать, что этот ход так уж хуже, чем Ферзь Ф4, может быть, менее жесткий, нельзя. То есть, Ферзь Б5, Белый обязан сыграть. Ферзь С7. Черный Ферзь повторяет свои такие вот экзерсисы. На Ж3 хочет вторнуться. Ну, Конь Д5. Почему не рокировка? Можно ли сыграть здесь 0-0? Очень страшно. Ну, кто он С5 вообще-то проходит? Теперь приходится играть Конь Ф2 под все связки, потому что если Король Х1, то там какие-то матующие вещи начинаются. Может быть, Конь Д4 вначале имеет смысл атаковать Белого Ферзя. И если Ферзь отступает, а куда он может отступить? Там уже Ферзь на Ж3 полезет. Ну, скажем, Ферзь Д3. Есть ход Конь Д5, но там Конь Б5 просто без фигуры Белый, и плохо у них. Сделать какой-то ход. Ну, вот такой ход, например. Чтобы было понятно. Меняемся на Ж4 тогда, и подключаем свою главную атакующую фигуру, а именно Ферзя с поля Ж3. Белый получает мат не от хода Ладея Ф3 даже. Это приблизительно, чтобы было понятно. 0-0 не годится. Конь Д5 было сыграно единым лежением. То есть, этот ход принципиальный с одной стороны, а с другой стороны, после Ферзи 3 отступление мог привести все равно к тяжелой для Белых позиции, проигрышной, форсированной фактически. И здесь Весли Сулу мог одержать победу, взяв на Д5, пожертвовав качество, вторнувшись на Ф4. Но Ферзем брать было еще хуже, потому что там Конь Ф4 на Ж2 шаг не минуем, не отвратим. Тут все-таки шаг грозит, но не сразу. Есть возможность защитить пешку. Тогда А6. Вот гоним Ферзя. Затем играем с Рон Д7, и просто играем вот эту позицию. И как ни странно, она у Белых абсолютно проигрышная, потому что Ферзя изгнать невозможно. Ферзь на Ж3. Ладья Н3, неправильной погоде нельзя. Конь связан с Е3, защитой пешки Ж2. Слон на Е2 уязвим. Ладья Е8 угроза. Ну и черные слоны не дремлют. Всякие идеи типа Конь Е2 и Слон Ж5, Слон Б5 шаг воздекают периодически, не всегда. Торопиться с этим не надо. Конь на Ф4 очень хорош, менять его Зак где-нибудь не хочется. Но позиции объективно проигрышные. Но может быть лучший ход Ферзь С7 здесь. Я извиняюсь, да, Ферзь С7. Тогда Ладья Е8, Ферзь бьет Д7, и лучшее возражение за белых, это вариант полуфорсированный на самом деле. Это то, что максимум того, что белые могут извлечь. Тогда Конь гидет Е2, Король Ф2. Ну почему Король Ф2? Потому что если Ладья Е1 здесь, вот здесь Ладья Е1, тогда Конь Ж3 шаг. А так что получается? Слон С5, Ладья Е1. Как-то белые выкручиваются. Шаг белому королю с черным слоном на всякий случай. На Е2 взять нельзя. Слон Т6 за 5 дает шаг. Теперь Конь Д4, но Король Ф4 вроде. Если Король Ж3, то получается, получается вот такая вот позиция. Безнадежная для белых. А если Король Ф4, то совсем плохо. Я вот подвожу вариант до конца, отчасти для красоты слога, что называется. Вот матую белого короля вот таким вот образом на поле Ф8. Просто показать, что объективно, после Радиа Бьет Д5, у черных сильнейшая атака и объективно выигрышная позиция. Просто решающая атака. Но был сыгран на слон Д7. Ход, который не выпускает преимущество, его существенно уменьшает. Здесь уже стало неясно. То есть, вот мне казалось, во всяком случае, до этого момента, что выигрывает просто Весли Сол, а тут уже стало казаться, что может быть и ничья будет. То есть, может быть, удастся защититься вот такими хитроумными маневрами. Ладья Аш-3, изгоняя Ферзя, брать на Е2 плохо из-за взятия на Ж2. А тут изгоняли Ферзя, но черные отвечают ударом на удар. Теперь, если Ферзь Д2, тогда слон бьет Ж4, что важно. Вот такой редакции. Ну, разумеется, Ферзя забрать. Что на доске? На доске ладья и два слона против Ферзя и пешки. И черная носит удар, конь бьет Е4, что у слона Е6 ничего не дает, а конь бьет Е4, видимо, дает все преимущество. Ферзь Ф4, слон Аш-5, вот такие варианты. Бить на Е4 нельзя из-за ладья Е8, черных выигрышная позиция, лишняя фигура. Вот, а в случае Ж4 играем слон Д6, заставляем таки взять на Е4, происходит такой размен-размен. Ну, и оцениваем позицию как тяжелую для белых. Но, может быть, сопротивляться можно. То есть, слон лучше коня, плюс плохие пешки и так далее. Это вопрос у Ферзь Д2. Не пошел сюда единолежение. Выбор был за единолежением. Он сыграл Ферзь А6. Черный открытый слон Ж4, то же самое. Тот же самый механизм жертвы Ферзя или выигрыша большого материала за Ферзя. А именно, у черных два слона и ладья за Ферзя и пешку. Ну, теперь, если король Ф2, этот ход не был сделан, то конь бьет Е4, и белым плохо, потому что, ну, что делать? Если король Е3, тогда ладья Е8, и ничего не выиграли белые, на взятие на Е4 висит на Д1, на взятие на Ж4 конь С5 шаг, теряется Ферзь. Если сыграть король Ж1, тогда слон С5 сказали спасибо и выиграли партию легко. Но если ФЕ, то, разумеется, слон бьет Д1, у черных совсем хорошо. Два слона, ладья и два слона за Ферзя и коня, плюс у белых плохой король. Даже компенсации материальной у белых нет. Поэтому не король Ф2 играет единолежение, король Е1, и Д1 отчасти помогает ему. Все равно у черных явный перевес. Черный отступает на Е6, Ферзь С7, теперь ладья В8. Вполне возможное решение. Теперь конь Х5, эвакуация коня, ну, с идеей, с готовностью взять на Д5 увести коня дальше, Ж4, ну, вот конь Ф6, ну, в такой редакции предлагается размен коней. В случае взятия на Ф6 и ЖФ у черных все очень хорошо, потому что атаки на черного короля не будет никакой в принципе. А слоны, два слона уже, плюс ладья, свирепствуют, и выигранная позиция у черных абсолютно. Постепенно черные раскрутятся. Поэтому конь Е7, ну, слон Е7. Почему слон Е7? Вот я думаю, а король Х8 что, имеет смысл? Ну, не хотелось затевать затеи. Ход заслуживающего внимания, кстати. То есть после конь С6 и ладья С8 у черных все равно перевес. Ну, решил взять на Е7, что вполне достойная альтернатива, достойная альтернатива Лесли Соу, хотя, может быть, стоило сыграть король Х8. И вот позиция с явным плюсом у черных, стоило сыграть Х5, там отступить конем на Х7, перегруппироваться по пункту, перевестись. И перевес черных очевиден. Сказать, что у них технически выигрышная позиция я не могу, но перевес очевиден. И вот тут случилось совершенно необъяснимое. Ну, почему и как там Фабиана Курана не выиграл Верезе Ферюджи? Там понятно. Он пошел конем, ему что-то показалось, он не увидел матматовых идей, мимо которых прошел, и получилась ничья. А вот тут произошло что-то непонятное, потому что понятно, что после Х5 у черных перевес явный. Ну, Веслисову сыграл ладья Б8, затем сыграл ладья Е8, затем сыграл ладья Б8, затем сыграл ладья Е8, здесь соперники согласились на ничью из-за троекратного повторения позиции. Чудеса, чудеса. Ну, не будем комментировать все это дело дальше. Во всяком случае, поначалу Веслисову играл очень здорово, и в практическом, и в теоретическом, какому угодно плане, и был близок к тому, чтобы обыграть чемпиона мира, нового чемпиона мира, день лежения, отправить его в минус 2, а самому выйти в плюс 2. Ничья. Что происходило в партии между Максимом Вашьерлограммом и Репардом Рапотом? Одной из самых содержательных, на мой взгляд, партий этого тура. Вообще, в творческом плане, в содержательном плане был совсем-совсем неплох. Максим Вашьерлограмм сделал ход с Е2 на Е4. Ну, основной его ход, хотя не всегда он так играет, но в основном Е2-Е4. И Репард Рапот предложил французскую щиту. Интересно, что вот Максим Вашьерлограмм в свое время выиграл белыми партию первого круга, последнюю, заключительную, перед ковидом в Екатеринбурге у Яна Непомнящего и догнал его. А тогда Ян Непомнящий шел плюс 2, а Максим Вашьерлограмм шел в полтиннике, но играл в последнюю партию в партию от белыми. И во французской защите пошел на самое принципиальное продолжение. Конь С3, слон Б4, Е5, С5, А3. Получаем вот эту позицию, на которую играющие белыми как-то упорно на протяжении десятилетия не шли, считая, что если уж черный, если шахматист серьезный сюда идет, то здесь он все выучил. Но постепенно вернулись люди и стали играть вот эту систему. Ну, один из главных ходов Фержи 4. Я не буду, опять же, рассказывать или обсуждать, что после этого может произойти. А вот если белые играют без хода Фержи 4, то, например, Михаил Ботвинник считал, что если он заблокирует белый фланг на поле А4, поставив туда слона желательно, или даже Ферзя, то у черных будет нормально и хорошо. И с легкой руки Ботвинника, и потом это было все развито Робертом Джейпсовичем Фишером, как-то стало считаться, что А4 белым, поэтому целесообразно сыграть. Но при этом, что важно отметить, это другая сторона медали, ослабляется поле Б4, и когда белый слон попадает на Д3, то в целом ряде вариантов, ну, черные могут играть Ферзь А5, могут не обязательно играть. То есть, при Ферзи на Д3 черные имеют размен на поле Д4 и ход конь Б4. Правда, у белых сохраняется возможность сыграть слон А3. Ну вот, вот такого рода вариант, тем не менее, основной. Слон Д2. Белые идут не на А3, на Д2, поскольку у других Ферзь Д2 когда-то считалось, что у белых получше, на самом деле ничего особенного нет. Короче говоря, вот как-то стало подвергаться сомнению, суждение, или оценка таких блистательных авторитетов и дальших теоретиков и людей, продвинувших шахматы, как Михаил Батвинников и Роберт Фишер, которые полагали, что А4 самые принципиальные. Белые стали тяготить к ходу конь Ф3, чтобы потом заканчивать развитие спокойно и играть на королевском фланге. Но! Но оказалось, что это все не столь убедительно. Не столь убедительно. Ну, скажем, конь Ф3 там, ну, как, ну, Ферзь А5, слон Д2, конь С6, Ф6 черные могут провести. А вот белые на самом деле, хоть скоро они вправе даже терять темп, ну, или псевдо терять темп доход А4, ослабляя при этом поле Б4, ну, ради того, чтобы не пустить никакую черную фигуру на А4, а самим сохранить возможность слона А3, что вот этот темп, который белые теряют на это, можно использовать по-другому. А именно сыграть А4. Ну, в общем, я сам дошел до этого идеи. Я много анализировал эти позиции, пытаясь за белых что-то такое найти. Но главная психологическая, там, теоретическая, философская проблема в этих исследованиях состояла в следующем. Ну, предположим, белые добьются всего, на что они только могут претендовать. В этой партии, кстати, блистательный, так сказать, четко проводя план свой, Максим Вашьелограф добился всего, на что белые могут только претендовать. И что дальше? Давайте посмотрим. Вот А4, Ферзь С7, Х5 с игрозой А5, черные сыграли А6. А что было бы, если бы черные взяли на Д4? Белые должны это были иметь в виду, быть готовыми к этому. Почему? Потому что в СД надо играть, теперь шах, надо играть салон Д2, теряется пешка или жертвуется, шах с Е4, слон Е2, там конь на Ф5, черные прикрываются с разных сторон. Лучший ход король Ф1, потому что что? Ладья уже должна работать по линии Аш, поддерживая пешку, и тем более, что, как правило, у этой ладьи нет особых проблем с выходом в люди. Более того, конь на Ф5 скован. Ну как, он сюда пошел не случайно, идея ладья А4 у белых была бы. А тут после короля Ф1 идея слон Д3 появляется, например, там Б6, чтобы на слон Д3 иметь ход слона А6. Белые могут сыграть слон Б5, шах тогда, чтобы загнать, подтянуть, или заставить черных встать на Д7 одной из фигур, тогда слон Д3, но вот конь Д7. Теперь слон Д3 сразу, на самом деле, не столь хорошо после Ф4, но возможность эта сохраняется, и слон на Б5 все равно предотвращает угрозу взятия пешки на Е5, поскольку конь Д7 связан. Лучше использовать этот темп для увода короля. Теперь никакие слона А6 вообще не будут актуальны, слон белых будет не связан. Скажем, рокировка, слон Д3, Ф4, Ж4, А6, Ж6, и слон Б4, атакуя черную ладью, и затем белые играют там ладью H3, беспешки играют эту позицию, которая у них просто с плюсом. То есть, вариант необязательный. Я его показал вам, для того, чтобы просто проиллюстрировать, как могли бы развиваться события, если бы черные клюнули на взятие на Д4. Ну, вот считается, как-то в шахматном мире, что взятие это неправильное, отдает белым преимущество, лучше сыграть H6, как поступил здесь Лихард Рапот, и вот Лихард Рапот вообще, ну, как он играл с Яном Непомнящим Черными. То есть, он пошел на, вроде по рисунку, худшую позицию. Кстати, Лихард Рапот, напомню, по всеобщему мнению, помогал Дину Леженю готовиться к матчу на первенстве мира, и затем, то есть, играл много партий, как спарринг-партнер с Дином Леженем, и давал какие-то советы по ходу матча. То есть, он, в общем, подготовлен хорошо очень. А нервотрепка, характерная для участника матча на первенстве мира, ему было свойство лишь отчасти. То есть, он посвежее был. А с другой стороны, вот эрудицию какую-то свою расширил, углубленное знание дебютов и так далее. Так вот, к чему я все это? К тому, что Лихард Рапот допускает максимальное усиление позиций соперников, то есть, максимум ваш килограмм, осуществление всех планов. Ладья Б1, кстати, вот здесь очень тонкий ход, конь С6, Ф4, вот белые могут так играть. Ладья Б1, ход, преследующий сразу две цели. Здесь вот уже, если бы черные били на С4 и что-то пытались сделать, то ладья на А1 из-под удара Ф3 ушла. А кроме того, вот ограничиваем соперника, надвигаем пешки, играем слон Д2, но бить на А3 очень опасно. С4, теперь уже Ф1, когда С4 сыгран, тогда пешку защитили. И белые добиваются всего, о чем они могут только мечтать. То есть, в ситуации, когда черные не готовы еще к началу встречных каких-то операций, типа Ф7, Ф6, и Ф5, они, и белые захватили все командные высоты на королевском фланге. Они защитили надежно свои пешки на С3 и на А3. И вот зажимная игра слон А3, затем у белых план какой-то по подготовке Ф4 и Ф5. Если они закончат развитие, рейкеровка, у них будет очень хорошо. Можно где-то и Ж5 потом сыграть, где будут держать белые короля, сказать трудно, скорее всего, где-то на линяш. Ну вот ферзь А4 играет, то есть, осуществляет план ботвинника, идею ботвинника по блокаде белых пешек. При этом под контроль попадает пешка С2, которую белый ферзь должен вроде как защищать. У белых проблема с координацией сил, с такими перегруппировками, которые позволили бы отправить существенные силы для того, чтобы подготавливать нападение, атаку, наращивание давления на королевском фланге. То есть, ферзь вроде бы должен защищать пешки А3 и Б2, ладья стоит на Б1 отсечена, но нужно пока что заняться профилактикой белыми, а потом уже подтянуть резерв. Но ферзь Б2, ладья Ф8, слон Е3, белые перегруппироваются и черные играют G6. Вот важно, G6, а не как-то там F6. К ходам F6 и F5 черные белые готовы, а ход G6 может быть в меньшей степени. Ну и бить вроде как не очень уместно. Белый играет король D2. Что вот было бы в случае взятия вот такого вроде как естественного, но разумеется FG. И возникает тот самый вопрос. Вот много белых белые сделали всяких ходов, многого добились, а добились они чего-то реального. Дальше черные могут начать переводить своего коня с поля D8 куда-то на F7. Сами подумывают о давлении на белые фигуры. А у белых есть план вообще атаки на колодец на фланге. Не очень-то. И поэтому, поскольку вот эта структура не опасна для черных и не очень выгодна для белых, они играют король D2, допускают удар на H5, а теперь что? Ну, поле F5 не в то, чтобы черные хотят его занять, но могут и занять. А где объекты в лагере соперника? Хочется играть F4, F5? Ну, чтобы не было F4, F4, F5, черные на корню препятствуют этому, сыграв сами вот так вот, F7, F5, ладья G1, слон E8 атакует пешку стоящую на H5 и как-то стало казаться вдруг, что ну, черные же ничего не сделали. Просто грамотные профилактические меры. Вот белые перегруппировались, отпрофилактировались и изготовились к наращиванию давления. А что потом? Вот в этом главная философская проблема и чисто шахматная, практическая, подобного рода систем со стороны белых. Вот вы хотите осуществить какие-то перегруппировки, изготовиться к какому-то медленному, постепенному штурму, а по дороге черные раз-раз вот так какими-то мелкими движениями, в данном случае G6, а потом F5 пресекают все ваши планы. Более того на H5 висит, слон черных уже неплох, блокада осуществлена, с ферзь на A4 стоит не хуже, а поручше, чем ферзь на B2. Ну, к слону F1 играет здесь, Максим, ваш елограф. Затем слон E2. Черные просто меняют ладьи вот таким вот образом, H5, поэтому надо бить конем. Теперь ладья G8, черные захватили линию. Ну, конечно, они ее надолго не удержат. Вот ладья B1 белые играют. Опять же, не до конца понятно, к чему они стремятся. Черные сыграли A5, то есть мысли у них могут быть какие-то связаны с продвижением B5 и B4, поэтому белые сконцентрировали свои силы по линии B, ладья B1 сыграли, чтобы B5 черные не играли, а потом B4 не разрушили фланг ферзевый у белых. А ладья по линии G контролирует, начнут переводить фигуры на защиту ферзевого фланга с F3, там слона или коня с поля Е2. Ну, ферзь A1, вот так белые дальше лавируют. Слон D7, король D1, ну, уже стало понятно, что белые согласны на ничью. Белые, так сказать, куда-то и слона отправили назад. Все-таки он не прикрывает никакие поля с этой задачей прикрытием полей G2, G3, G1 справляются слон и конь на Е2. Конь идет вперед, король вперед, ладья G7, слон B2, конь Е7, ладья G1. Ну, конец, белые осуществили перегруппировку идеальным образом, переведили слона на B2, стоит он там плохо, то есть пассивно, неплохо, как раз очень хорошо, пассивно, то хорошо всех защищает. А линию B вроде белые перехватывают. Ну, ладно, перехватили линию B, и что дальше? Конь BG1, чтобы на А3 не висело. Ну, в чем хитрость? Если взять ферзем, то после взятия на А3 висит пешка на C2. То есть так бы ферзь A1 можно было сыграть, если бы не было ферзь A2, но ферзь A2 есть. Поэтому, правда, вот я смотрю на эту позицию, может быть, это у белых получше. Может быть, эта позиция у белых получше, и может быть, сюда как раз белым стоило пойти. А что это означает? Ну, что такое ферзь A1 могут сделать черные? Вот сюда, наверное, белым стоило пойти. Вот я сейчас смотрю так как-то, и стратигемы, все перекруппировки Максима Ивановича Янограва могли бы тогда хотя бы отчасти оправдаться. Вроде лучшего ничего черных нет, чем вот такой вот вариант. На А6 висит. Ну, в B5 играют черные, давайте прикинем, что дальше. Можно ли сыграть, например, Фиат бьет А6 здесь? Ход нехорош чем? Что черные могут сыграть B4, конь на Е7 не висит. Может быть, поэтому белым стоит вот на B5 ответить к орудия 3 вначале, увести короля из опасной зоны, куда-то на F2 в дальнейшем. В B4 нельзя висеть конь на Е7, надо перевести, вначале отвести коня на C6. Белые теперь уже берут на А6, черные начинают прорываться, а может прорываться уже по-другому, просто пешку, а хотят провести в ферзи. Ну, что делать белым? Ферзи 7, например, может король в 2 лучший ход. Здесь ферзи 7, вот здесь ферзи 7, и черные успевают защититься от проведения пешки в ферзи своим конем, а пешка очень опасная. Ну, предположим, ферзи 5, потому что меняться нехорошо, и этот ход тоже не очень хорош, потому что что тогда? Тогда, ну, предположим, А3 сыграли, и черный конь после размена на Е7 готов встать на поле G6, не пустить белую пешку в ферзи. А тут? Ну, скажем, такой забавный вариант, то хотим взять под контроль поле G6. Черные идут вперед, белые меняются, затем играют H7, черные проводят ферзя, белые тут же проводят своего ферзя, количество ферзей на доске осталось прежним, чуть-чуть лучше выберут, ничего особенного, видимо, ничья объективная. То есть, удивительная метаморфоза, это с ручьей хода H6, но с ручьей хода FG5 тоже вроде черные не проигрывают, какие-то вот такие начинаются игры, срон Е8, H6, или конь А2 вначале, давайте конь А2 прикроемся от всяких там на B4. Получше выберут, можно поиграть на победу, во всяком случае продолжать ставить проблемы, хотя, видимо, ничего особенного. Но не стал играть ферзь G1 здесь, Максим Ашьялограф, взял конем, взял конем, ну, слон Е8, висит пешка, черные уже в безопасности, на мой взгляд, король ДС, что делать, уводить куда-то в сторону ферзя, то есть, тогда ферзь конь БТА3, и на С2 висит, напомню, а тут вот такая стоячка, ну, конь БТА3, хорошо. Можно было сыграть король Е8, видимо, ничья. Конь БТА3, слон БТА3, надо брать на А3, потому что висела здесь пешка на С2, взяли, взяли, ферзь G7, атакуя слона и пешку, слон отступил на Е8, жалко, конечно, потеряли черное время, но играют Б5, ферзь Ф8, теперь Б4, конь С1, Б3, черные идут вперед, белые берут, черные дают шаг, отбрасывают белого короля, играют ферзь H2, то есть, это такой замах для игры на победу, а что было бы в случае взятия на Б3? Давайте прикинем, что было бы в случае взятия на Б3? Тогда белые сыграли бы слон Е2 и выиграли бы партию. Слон Б5, страшная угроза, но слон Б5, угроза, которая решает все на свете. А если ферзь А4, тогда уже H6 и пешка Б не идет вперед. Поэтому ферзь H2, сильнейший ход, ведь даже в срочи взятия на С4 у черных проходная останется по линии А, а у белых по линии Аш проходная как-то ограничена черным ферзем, но все равно взятие, ферзь бьет Ф4, А4 хуже? Наверное, хуже все-таки, я бы сказал А4, а тут СД, центр разваливается, и это не то. Да, поэтому ферзь бьет Ф4, висит слон, слон Е2, ферзь СЖ3 дает шаг, король идет вперед, ферзь Ж5 шаг, король идет назад, черные повторяют позицию. Вопрос, могли ли белые сыграть король С2? К чему это приводило? Куда-то дальше. Тогда ферзь Ж2. Ферзь Ж2 и белым нехорошо висит слон. То есть черные уже на любую защиту слона имеют деход ДС с активизацией сил. Например, король Д2, ну, слон Х5, здесь так слон Х5 просто, хорошо, да. А в этом случае, то, о чем я имел в виду, тогда уже ДС и отгоняем белого короля, или забираем слона, или заставляем поставить короля на Д2, тогда слон Х5, или король Е3, тоже малоутешительный, из-за хода конь Д5 шаг. Короче говоря, король Д2, тогда слон Х5. То есть, это не то. И в случае король Е1, не король Е1, а король Е1 сыграл, здесь Максим Вашьялограф, шаг, вперед, но у черных тоже оснований играть на победу нет, все-таки пешкаш очень страшная, и соперники согласились на ничью. Вот такая содержательная, весьма напряженная, познавательная, я бы сказал, важная даже для теории партии. Ну, и, конечно, Ян Непомничий, Ян Шиштов Дуда. Партия интересна чем? Что Ян Непомничий в очередной раз, то есть, продемонстрировал, засветил какой-то кусочек своей предматчевой дебютной подготовки. Ну, матч сыграл таких Ян Непомничий несколько, и с Магнусом Карсоном до этого, и он готовился к нему, и с Дином Леженем. Короче говоря, о чем идет речь? Давайте посмотрим. Е4 сыграл Ян Непомничий, Дуда ответил Е5, применил русскую партию. В общем, обычно как-то в матчах, например, с темием, русская партия применяет Ян Непомничий, но частенько ему и белым приходится бороться в этих позициях. Теперь главные ходы за черных, это слон Е7, это ход слон Д6, и даже вот я, так сказать, в свое время внедрил такую идею, как конь С6 сразу, и тут же слон Ж4 резко, чтобы на С4 сыграть конь Ф6, допуская в такой редакции ладья Е1. А в случае взятия НД5 слонов 3 ферд, Ф3 ферд бьет Д5. Рискованная идея, ну, однажды, как минимум, может быть и два раза, но один раз точно применял ее Анатолий Карпов против Гарри Каспарова в матче 1986 года. Давным-давно получилась ничья, хотя партия была очень содержательная, но со стороны черных некоторые умельцы, скажем так, решили, что не надо играть, идти на сложнейшие позиции после слона Д6, или там слона Е7, а можно сыграть слону Ф5, и довольствуюсь, так сказать, малым, вот просто вот так вот, 0-0, изготавливаясь отступить конем на поле Д6, уберет конь Д2, и решить проблемы. Ну, здесь что, так сказать, важно? Если белые играют С4, что вроде бы заслуживает внимания, то черный отвечает С6, здесь тоже, конечно, свои вопросы, свои проблемы, но конь Д2 играть нельзя теперь из-за конь Бет 2. Конь С3, ну, разгрузились, поменялись 7, и вроде ничего особенного. Ну, а если ферд С2, то конь А6. То есть, вот такая защита. Но Ян Непомничий показывает, что на самом деле определенные проблемы перед черными или у черных могут остаться, сохраниться после конь Д2. Теперь уже удар на Д2 не идет, а слон ведет Ф5, пешка Д4 не атакована, конья на С6 нет, надо отступать назад. Конь Ф1, С6, слон Ф4 с угрозой взять на Д6, и слон останется на Ф5 без защиты, незащищенный конем, который первый слон уничтожит, поэтому разгрузка, разгрузка. Конь А6, черные перегруппироваются естественным образом, допускают взятие на Д6, но оно невыгодное, уж ферд Д6, не то. Конь А3, фердь идет на С8, защищая эту пешку, и здесь вот неожиданная штука. Слон бьет Д6 и кривотерной помощи. То есть конь Д6, конечно, стоит вроде бы неустойчиво, но он прикрывает уйма полей, контролирует поле С4 и контролирует поле Ф5. Но идея черных коней А6 собрать в ближайшее время. А белые упреждают эту идею и наносят, так сказать, не удар, а осуществляют продвижение вот такое. И оказывается, что гармоническое, очень хорошее Д5 обеспечивает Беру определенный плюс. Думал здесь Ян Шиштовдуда. Ян не помнишь, играл очень быстро, а Ян Шиштовдуда начал задуматься. То есть это косвенным образом, весьма красноречиво, тем не менее, свидетельствует, что Ян был готов к этому, а Ян Шиштовдуда нет. Но если ДС, тогда после коня А4 на самом деле позиция весьма такая подозрительная у черных. Вот белые играют на Е5, берут пешкой, а затем варианты такого рода, ну, просто централизуют фигуру, фигуры загоняют коня на Д6, сковывают возможности соперника у белых плюс. Не сказать, что выигрышная позиция или какая-то там, скажем, АЛ8 или Б6, можно сыграть Ферзь Ж3, потом подготовить на движение пешки Ф, Ф6 не очень-то идет, потому что удар на Ф6 пока Ферзь на Ж3 стоит. Но хуже у черных. Но есть альтернатива у черных здесь, а это ход слона Ф4, который после длительного размышления очередного и сделал Дуда. И после взятия на Д5 промежуточный удар на Е3, если взять на Е3, взятие на Д5 на черных все хорошо, но можно взять на НС6 с угрозой взятия на Б7. Черные, чтобы не потерять пешку в промежутке, бьют на Е2 с шахом, берут на С6. У белых, конечно, ухудшено несколько... Как называется это? Дискредитировано положение белого короля. Под открытым. Но с другой стороны все фигуры стоят другие, остальные хорошо. По линии С можно поднадавить. Ферзь С4, КНЕ6, Владиа С1, Ферзь Д8. Бить на С6 невыгодно из-за взятия на Д4. Понятно. Поэтому король вначале уводит себя, уходит. Владиа С8, защищая пешку, король уходит совсем в угол. Наверное, не совсем идеальный маневр. Я смотрю здесь, может, как-то по-другому сманеврировать стоя делом там. Владиа Е, Д1. Но все равно без кого-то король Ж1 никуда не деться. То есть, по большому счету, решение Яна Шиштова Дуды, оно привело к тому, что черные преодолели основную массу дебютных трудностей. Д5, Х6. Белые вроде концентрируют какие-то усилия по линии Е, нагнетают давление. Черные отвечают Владиа Д7. Владиа первая Е4. Но ничего особенного у белых нет. Но все же, если бы черные сыграли Ферзь С7, то получше у белых было. А черные делают удивительный по своей элегатности и красоте ход Ферзь Д5. Не Ферзь С7 у белых получше, а Ферзь Д5 с тем, чтобы вынудить белого Ферзя отступить. Потому что, если бы, да кабы, белые взяли на Д5, сделали такой ужасный ход, то после взятия на Д5 отступление куда угодно, на С6 или еще, мы просто берем на Е4, берем на Д4 в чистом виде две ладьи за Ферзя и, ну, видимо, технически выигрышные в черных позиции. То есть, здесь две ладьи явно сильнее Ферзя. Сведется, в конце концов, конечно, перед 3 на 2. Причем, три пешки будут на стороне двух ладей. Выигрышная позиция. Ну, поэтому не берет, разумеется, на Д5 Ян непомнящий, а Ферзь подвисает, Ферзь отступает, теперь Ферзь черных под ударом, он отступает, белые идут назад, черные играют Ферзь Д5 снова, хотя, ну, Ферзь Д5 снова, я повторюсь, что вот в этом варианте нехорошо у белых. Ферзь С1, Ферзь Б3, ладья Е3, вот такое повторение теперь следует. Ну, и поскольку ни одна из сторон не может объективно уклониться от повторения, соперники согласились на ничью. Ну, вообще, это был вот такой вот ничейный тур, но, тем не менее, несмотря на ничейность свою, очень-очень-очень содержательный. И, давайте я покажу, во-первых, результаты этого тура, все ничьи, а во-вторых, каким стало положение, оно не изменилось, по сути дела, всем приплюсовали, всем участникам приплюсовали по пол очка. После шестого тура ее наличное лидерство сохранил Фабиана Круана, у него четыре, четыре очка, плюс два, по плюс один имеет Уэстлесоу, Рихард Рапотта или Резафи Руджа, на рубеже 50% следует Аниш Гири и Максим Ваш Ялограф, по минус один набрали Дин Бежен Ян не помощь Яна Шестова Дуда, и замыкает турнирную таблицу Богдан Даниэл Дяг, рейтинг аутсайдер соревнования, хозяин поля, 21-летний румынский шахматист. Ну что ж, на этом у меня сегодня все. Кстати, хочу предупредить, что на следующий день, то есть в субботу, я возьму тайм-аут, у моей жены, у Марины, юбилей мы отмечать будем, вот, и как-то несподручно поэтому рассказывать о том, что происходило на шахматных событиях, а потом восстановлюсь, так сказать, на финише турнира расскажу вам о том, как завершалось это интереснейшее соревнование. Ну а перед тем, как проститься, призываю вас ставить лайки, подписываться на наш канал, те, кто не сделал это ранее, обыгрывать своих соперников, играя с ними в шахматы, как в очном, так и в заочном режиме, ну, если будет желание, настроение, возможность поддерживать нас, мы очень признательны всем тем, кто так поступил ранее, ну и тем, кто так поступит в ближайшее время. А пока, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова